Когда началась война, Тамаре Ивановне Грачевой, встречу с которой провели в Центре Романтик, было 12 лет. Она хорошо помнит события того времени. Девочка жила в Ленинграде, когда фашистские войска подошли к городу и начали тотально разрушать инфраструктуру и уничтожать объекты жизнеобеспечения города на Неве. И вот начали бомбить. Второго бомбили, шестого вот разбомбили эти склады Бардаевские, продуктовые. А 8 сентября город был взят в кольцо. Ну, очень быстро не стало ни света, ни воды, не работала канализация. Голод, голод, люди умирали. Вот шел по улице, присел, не мог по члену, и так и умер. Упал, так и умер. Морозы, начались такие сильные морозы, какие никогда не были, 40 градусов и ниже. Это вот с 41 на 42 год, на зиму. Ну, выдали вот все карточки, и вот на 125 грамм получали дети, служащие и инвалиды. И 250 грамм получали рабочие. В 13 лет Тамаре пришлось стать монтером-спайщиком, сандружинницей и бойцом местной противовоздушной обороны. Мы остались с мамой вдвоем, и в один из дней получилось так, когда бомбили, ну, вот эта вот стена, к стене сидит здесь на стуле мама, здесь стол, а вот здесь кровать, я лежу в этой кровати. И вот когда, знаете, когда он бросает бомбу, ну, объявляет сразу тревогу, как только они летят, воздушная тревога объявляется, и была сброшена бомба. Но бомба не попала в дом, а вот у этой стены вот здесь взорвалась. И вот эта стена, она вот вся рухнула. И туда рухнула, и сюда рухнула. Меня, например, на постели засыпало. У меня тут даже есть заметочки от той самой стены. Так чудом Тамара и ее мама остались живы. Вместе они тушили на крышах домов зажигательные бомбы, помогали ослабевшим жителям. Встреча с Тамарой Ивановной Грачевой получилась живой и интересной. Ребята задавали много вопросов. Она живой свидетель героических времен, в которой удалось, несмотря на голод и холод, отстоять великий город. Также перед школьниками, многие из которых являются членами юнормии, выступили представители общероссийской организации, офицеры России, ветеран боевых действий Петр Жикулиный и преподаватель Российского государственного социального университета Надежда Черная. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.